Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Тратить 10% на еду – это много». Что вам приходит в голову, когда вы видите такой заголовок? Первая реакция – что за чудак? Пол страны, чуть ли не половина доходов тратит на еду? Или вот такая мысль – ну, цифра странная, я вроде не бедствую, но трачу на еду сильно больше 10%. Не спешите закрывать это видео, я хочу подсветить проблему, о которой мало говорят в финансовом сообществе. В конце ролика будет ответ, почему 10% – это и правда много. Знаете, что меня больше всего раздражает в движении Fire? Для тех, кто не знает, термин расшифровывается как «финансовая независимость» и «ранний выход на пенсию». То, как рассказывают о нем в англоязычных медиа. Нам подсовывают кучу однотипных интервью с сотнями тысяч просмотров. И срежиссированы эти ролики по одному сценарию. Сидит парочка со странным видом, отвечает на вопросы и высказывает вот такие вот реплики, что, мол, мы никуда не ходим, никак не развлекаемся, живем в трейлере, закупили муки и макарон на полгода вперед, мечтаем построить шалаш, и вот вуаля у нас на счету 2 миллиона долларов. Врут ли эти ребята? Нет, не врут. Охотно верю, что у них на счету именно такая сумма. Но разве поэтому они вышли на пенсию? Может быть, все-таки потому, что у них на двоих доход там 10-15 тысяч долларов в месяц, а живут они на 3-4 тысячи долларов? И сразу вопрос к журналисту, снявшему этот ролик. Когда ты научишься задавать правильные вопросы? Зачем ты смещаешь мой фокус в сторону того, что надо питаться душераками, и тогда пенсия в 35 у меня в кармане? Спроси у этой парочки, как им удалось устроиться в крупную IT-компанию? Как парню удается левачить на двух дополнительных работах? Какой регион проживания оптимален с точки зрения доходов и затрат? И так далее. Вот это вот самое интересное. Бабайкин, ну ведь ты сам минималист. Да, все верно, но за счет минимализма я решаю совсем другие задачи. Люди смотрят мои ролики, видят странные, на первый взгляд, идеи и цепляются только за них. О, у этого парня нет айфона. Это главная фишка. Сменю-ка я свой айфон на андроид и точно разбогатею. Или он не покупает бутилированную воду и носит фляжку с собой. Вот чудак. Я, кстати, до сих пор хожу с бутылкой воды, потому что это вкусно и удобно. В одном из первых роликов на канале подписчики посоветовали мне фильтр обратного осмоса. Я поставил его, вода из пальфильтров стала вкуснее бутилированной дряни, которую нам продают в магазинах. И стоит она, естественно, дешевле. К чему это я? Возможно, что я тоже иногда смещаю фокус и плохо доношу мысли. Минимализм мне нужен вообще для других вещей. Перечислю мои доводы в порядке важности. Во-первых, я хочу разорвать связь. Больше зарабатываю, значит, больше трачу. Это беда всех тех, у кого начинает расти доход. Во-вторых, я хочу быть незаметным. Перья павлина – это сигнал для разного рода коршунов, охотников и охотниц. В-третьих, так уж вышло, что я случайно поймал тренд. Если четыре года назад на меня смотрели как на чудака, то сейчас минимализм и скромность – это запрос общества. Если я сегодня буду носить перстень двадцатью бриллиантами, покупать брендовые шмотки, дорогущие тачки, то этим просто вызову агрессию со стороны людей. Сегодня это просто неуместно. В-четвертых, я не трачу время и энергию на размышления. Что надеть, что поесть и так далее. И только в-пятых, за счет минимализма я получаю небольшую экономию. Что еще я не люблю в финансовой грамотности? Конечно же, книги о финансовой грамотности. Вот есть такое чудное произведение под названием «Фактор Латте». «Фактор Латте» книжка. Или «Как стать миллионером, экономя по 150 рублей в день на кофе». Основная мысль в книге следующая. Вы экономите на кофе в течение 40 лет. И если вы будете это делать, то через 40 лет у вас будет на счету 1,2 миллиона долларов за счет силы сложного процента. Достаточно верить в это умом и сердцем, и вы автоматически станете миллионером. Дело тут, разумеется, не только в кофе. Речь о том, что мы должны как можно меньше тратить на мелочи. И вот наш будущий миллионер, вооружившись блокнотом и ручкой, начинает работать над списком мелочей. Что-то изменилось? Нет. Выйдет ли он для пенсии в 35 лет? Точно нет. Станет ли он миллионером? Нет, конечно. Что будет дальше? Он в лучшем случае бросит это занятие через пару месяцев, в худшем будет верить в магию мелочей, в магию сложного процента, и что когда-нибудь он напишет книгу «Я разбогател, потому что не пил кофе». Здесь отдельно отмечу, что лично я, например, кофе пью. Пять раз в неделю, минимум. Пил, пью и буду пить. 200 рублей на себя, 200 рублей на супруге. У нас с ней вот такой вот ритуал. Нам это нравится, это не делает нас бедными. После прочтения книг о финансовой грамотности, воодушевленный читатель впадает в финансовую ересь. Новички хватаются за самое простое и начинают копать вообще не туда. Вот парочка советов, которые я почерпнул из статей с однотипными заголовками «35 способов экономия». Включи чайник, вскипяти воду и помой ей посуду. Не открывай холодильник, так он потребляет меньше энергии. Пуковай продукты, у которых скоро истечет срок годности. Стирай три раза в неделю лучше в холодной воде. Ничего, что после этого белье воняет. Носи труселя по 10 лет, ну и так далее. Что вообще это такое, я не понимаю. Следующая мысль. На обложке написано, что магазин делает нас нищими. Почему? Да потому что в магазине наши будущие миллионеры нагруждают свой мозг бессмысленной ерундой. Надо ли экономить на еде? Надо, но кому? Тем, кто живет от зарплаты до зарплаты. Тем, у кого куча долгов. На этом этапе нельзя позволить себе эмоциональные покупки. Но по мере роста капитала вы уже не должны смотреть на свою вторую половинку с строгим взглядом, если он или она взяли что-то лишнее, как вам кажется. Вам уже не нужно искать товары по акциям. Еще раз подчеркну, экономить можно и нужно, но этому процессу нужно уделить 3-4 месяца своей жизни, довести все до автоматизма и дальше заниматься другими вещами, более важными. Как это сделать? Внедрять простые вещи. К примеру, отказ от сигарет. Почему? Потому что вредно и дорого. Отказ от алкоголя, потому что вредно и дорого. Еда в ресторанах. Здесь лучше пореже, поаккуратнее. Почему опять же? Потому что это вредно для желудка и чаще всего дорого. Это никак не отразится на качестве вашей жизни и даст небольшую прибавку, которую можно направить в кубышку. И все. Внедрили, делегировали процесс покупки продуктов кому-то другому, супруге, курьеру из службы доставки, неважно. Довели процессы до автоматизма и забыли. Но что вместо этого делает наш будущий миллионер? В кавычках. Он копает не вширь, а вглубь. Пытается внедрить ту же схему во все аспекты потребления. Причем максимально дурацким способом. Сколько времени мы проводим на маркетплейсах ради поиска скидок и ожидания черных пятниц? Сколько чудаков ищут телефоны на Алиэкспрессе ради экономии в 2000 рублей? Читают отзывы, мучаются с прошивками. Стоят в очередях на почте России. Сколько финансово «подкованных» людей берут шмотки где-нибудь в США и потом проходят целый квест, чтобы получить желаемый товар? Это та самая экономия на спичках, абсолютно иррациональное поведение, по моему мнению. Человек потратил время не на чтение книг об увеличении доходов, а на поиск скидок. А вот действительно большие покупки нас почему-то не пугают. Выплаты по ипотечному кредиту, которые занимают чуть ли не половину бюджета. Своя машина, которая уже стоит дороже квартиры, нас тоже почему-то не пугает. Свадьба за миллион рублей или за 2 миллиона рублей нас тоже не пугает. А ведь тут при помощи простых телодовижений можно вытащить действительно крупную сумму. А здесь пересмотрите мой ролик про то, где взять капитал для пенсии. Так что ты имел в виду, когда говорил, что тратить 10% на еду – это много? Ты что, предлагаешь нам меньше жрать? Нет, я намекаю на другое. Это намек на то, что если еда в вашей расходной части занимает существенную долю, то с этим надо что-то делать. Вы становитесь уязвимым к инфляции. Все мысли у таких людей только о росте цен на помидоры. И вы явно делаете недостаточно для роста доходной части уравнения и роста нормы сбережений. Из этого вытекает следующая мысль. В нише финансов есть два лагеря. Одни топят за то, что надо больше зарабатывать, вторые – что надо экономить. Кто из них прав? Оба лагеря не правы. Правы те, кто знает, что такое нормы сбережений и работает над ней. Нормы сбережений в первые 10-15 лет инвестирования в разы важнее сложного процента. Еще раз подчеркну, в разы важнее. Здесь повторяться не буду, пересмотрите мой ролик как раз про ту самую норму сбережений. Следующая мысль. Я периодически встречаюсь с коллегами-инвесторами. У многих капитал 100 миллионов рублей плюс. О чем мы разговариваем? Точно не о составе портфеля. За годы инвестирования я научился быстро определять, на правильной траектории находится человек или нет. Достаточно послушать то, о чем он говорит. Если он обсуждает состав портфеля, биржевые, геополитические новости, способы экономить, то он, скорее всего, топчется на месте. Он имитирует инвестирование. Мое мнение, во всех финансовых шоу и подкастах должны подниматься простые, одновременно очень сложные вопросы. Вопросы следующие. Как изменились твои доходы за последний год? Не изменились или снизились? Почему? Сколько книг ты прочитал и что это были за книги? Какие навыки ты освоил в прошлом году? Взял ли ты на себя больше ответственности? Не стал ли ты жить на широкую ногу? Если да, то почему? У меня, кстати, на канале есть отдельный плейлист. Он называется «Где взять капитал для пенсии». Там очень странная подборка роликов. Про связи, про удачу, про личный бренд, про продажу пассивов, про отказ автомобиля, про правильный и неправильный риск, про карьерный рост и построение бизнеса. Обратите внимание, там ни слова про выбор акций, оптимальное соотношение между акциями и облигациями, про какие-то экономические прогнозы. Ничего этого там нет. Подозреваю, что плейлист до конца досмотрели несколько тысяч человек, а внедрили, буду рад, если несколько сотен. Но и эти цифры меня очень радуют. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там контент, которого нет и никогда не будет в ютюбе. QR-код на ваших экранах, ссылка будет в описании. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и обязательно смотрите другие ролики на моем канале сейчас под подсказки. Если вдруг заблокирует ютюб, не переживайте. Я весь контент дублирую и заливаю на Дзен, ВКонтакте и Рутюб. Подписывайтесь, ссылки будут в описании, там в случае чего не потеряемся. А еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Факьюмани». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, читаются легко, проглатываются за один вечер. Есть бумажная, электронная и аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, ютюб заблокировал возможность всем россиянам продлять платную подписку. Теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Это неудобно. Для удобства своих подписчиков я заливаю все свои выпуски в формате MP3 на все доступные подкаст-платформы. Если у вас Apple, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс.Музыка и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках и везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.